добрый день меня зовут алина и сегодня мы с вами познакомимся с предельными углеводородами которые называются алканы алканы это довольно большой класс химических соединений они открывают органическую химию и алканы характеризуется тем что в их строении участвуют только одинарные связи то есть когда мы рисуем их структурную формулу мы указываем только одну палочку между атомами углерода и между атомами углерода и водорода и так алканы имеют свои названия чтобы правильно строить название веществ чтобы правильно сформировать их название необходимо выучить 10 первых алканов и так алканы с 1 по 4 это алканы которые являются летучими соединениями например ch4 это метан сметаном вы кстати хорошо знакомы потому что это газ который используется например в газовых плитах он также является компонентом природного газа следующий представитель это этан пропан бутан эти зависимости здесь в конце суффикс an собственно точно так же как назван класс соединений алканы алканы же которые начинаются с 5 и до 15 является маслянистыми жидкостями все алканы начиная с 16 является уже твердыми веществами и так я говорю что алканы с 1 по 4 или алканы с 5 по 15 это означает количество углеродов в их цепи например в газообразных алканов в метане всего один углерод уже в жидких алканах начиная с 5 5 углеродов точно также мы должны высчитывать еще и количество водородов например чтобы рассчитать количество водородов в алкане необходимо количество углеродов умножить на 2 и прибавить еще 2 собственно так и строится их формулу если мы рассмотрим пентан то мы увидим что у пентана 5 углеродов и 12 водородов 5 умножить на 2 будет 10 прибавляем еще 2 вот и получили формулу алкана все алканы являются друг для друга гомологами гомологи это вещества которые отличаются на количество c h2 групп и так если мы рассмотрим метан и этан они будут гомологами если мы рассмотрим бутан и пентан они тоже будут являться гомологами и метан и пентан это тоже будут гомологи все алканы между собой все которые заканчиваются на суток ан являются гомологами и так кроме гомологов есть еще и замеры изомеры это вещества у которых должна быть одинаковая молекулярная формула то есть одинаковое количество углеродов и водородов а вот их структурная формула может быть абсолютно разной например если мы рассмотрим два соединения представленных на слайде по молекулярной формуле это будет одно и то же соединение если мы его записали просто краткой форме то есть c5 h12 и там и там мы подумали что это пентан но когда мы рисуем структурную формулу мы видим что из-за перестановки групп c h как раз у нас меняется структура соответственно меняется и название здесь же более длинное название получается 22 диметилпропан где показывает что у нас два каких-то радикала радикалы нужны для того чтобы правильно составить название какого-то углеводорода это может быть алкан или какой-то другой углеводород но во всех углеводородах есть какие-то радикалы и так как правильно составить название алкана для этого нам необходимо для начала записать его структурную формулу а после этого посчитать количество углеродов так чтобы была наиболее длинная цепь то есть у меня сейчас представлено какое-то соединение на слайде я могу посчитать несколькими способами количество углеродов например начну с самого первого ch3 и расставлю циферки у меня получится чтобы порядку всего лишь 5 углеродов и еще два где-то в ответвление давайте попробуем чуть по-другому рассчитать если я попробую по-другому выбрать самую длинную цель начиная с нижних углер углеводородов соответственно с нижних ch групп у меня получится уже 6 ch групп соответственно 6 углеродов и эта цепь будет более длинная значит на нее ей буду опираться по названием алканов я посмотрю что 6 углеродов это гексан соответственно какой-то один маленький углеродик который входит в состав ch3 около которой не стоит циферки будет являться радикалом радикалы это такие соединения которые образуются от алканов в данном случае от алканов итак если мы возьмем метан и заберем у него один водород он станет радикалы и этот радикал уже будет называться метил если мы заберем у это на один углерод 1 водород у нас получится этил если мы заберем у про пан-а 1 водород у нас получится пропил и так далее до самого конца можно перебирать радикалы мы тоже используем в составлении названий супер мы с вами определились самую длинную цепь мы поняли что у нас в основе углеводороды лежит гексан теперь мы с вами еще и определили название углеводородного радикала это метил как будто бы метан забрали один углерод получился метил теперь мы можем дать название нашему большому углеводороду и так чтобы дать название правильно мы сначала должны определить у какого атома находится радикал радикал находится у третьего атома углерода соответственно это мы и напишем 3 дальше дадим название этому радикалу 3 метил а теперь дадим название всей цепи Гексан. 3-метилгексан получилось название всего углеводорода. Теперь мы познакомимся с вами с химическими свойствами алканов. Вы уже знакомились с химическими свойствами неорганических веществ и знаете, что существует 4 типа химических реакций. Характерных для них это реакции замещения, соединения, обмена и разложения. Для алканов тоже характерны похожие реакции. Например, реакция замещения самая типичная для алканов. Алканы не вступают в реакции присоединения, но зато хорошо вступают в реакции замещения. В данном случае из алкана уходит один водород и на его место встает, например, хлор, как галоген. Также участвуют алканы в реакциях дегидрирования. Это реакции, в которых отнимается водород. В результате ухода нескольких водородов из алкана образуется новое соединение, которое называется алкен. Мы помним, что в алканах у нас только одинарные связи. Так вот, в алкенах появляются двойные связи и это уже следующее более сложное вещество, чем алканы. И алканы отлично вступают в реакцию горения, как и любые органические соединения. Алканы всегда сгорают до углекислого газа и воды. Итак, это самые типичные свойства, которые характерны для алканов, для самых простейших соединений в органической химии. А на сегодня у нас все и встретимся с вами на следующем занятии.